И начнется моя новая жизнь. Здесь показано вы выйдете из всех зависимых ситуаций, кто находится, неважно вы ли она, потому что вы находились в нейтральном состоянии, в котором никак никто не мог определиться или принять какое-то решение. И начнется ваша новая жизнь. Здесь – это именно все, что связано с дьяволом. Это страсти, это блоки, это зависимости, это страхи, из которых надо выйти. Это расклад на одну позицию. С кем срезонирует, буду очень рада. И что нам дает 24-й год? Да вы говорите, и я начну свою новую жизнь. Вы займетесь собой, своим родом, своими детьми, внуками, потому что у нас есть обязательства. Это семья, когда люди счастливы, когда дети могут насладиться своим детством, потому что мы все были детьми. А кто-то займется работой для того, чтобы семья и дети были счастливы. Или кто-то уйдет в работу. Здесь показана вероятность того, что суд, суд вселенский – это новая жизнь. Новая жизнь, новый ключ, новая возможность. А человек, показано, будет за вами мониторить и подглядывать, потому что он воздержал состояние позиции, когда не принималось решение. Он будет видеть, наблюдать, как вы без этого человека справляетесь. Вы для него слишком высокая планка. А он трус, который может только как наблюдать. Вам будут помогать ваши родители, дедушки, бабушки, нячить ваших внуков, потому что они для них самые любимые, самые желанные. Дом для вас будет полной чашей. Тем самым будете разбивать ему сердце. Сердце. Почему? Потому что вы же львица, самая натуральная женщина, которая знает себе цену. Знает себе цену. Здесь, я бы так скажу, можете относить больше, переворачивая каждый к себе. Если ушла женщина, иногда и мужчины воспитывают детей, то здесь показано, будут тоже родители помогать. Так же и мужчины. Каждый видит в себе свою силу. Но в этой силе показано, рождается и растет духовный мир, чистота. Да. Здесь показано, женщина тоже наблюдает, подглядывает за человеком, который сам себе на уме водного знака, или в этих энергиях. Он лежит такой, говорит, я могу себе позволить все. У меня есть все. А самого нет ни сил, ни энергии. Ему без вас плохо. Видите? Ему без вас плохо. Скорее всего, вы поставите точку с этим человеком. Человек, который вам не дал ни ясности, ни конкретики, ничего. Хотя показано, что любит. Но любил, наверное, по-своему, да? Когда вы перед ним поди, подай, принеси. Ух ты, два туза. Туз Пентакли, туз Жезлов. Меня действительно любит. Только у него сейчас сил нет. Ему надо, наверное, переосознать, переоценить. То, что вы для него значимы. А он как слепой кот. Даже не знает, как подойти. Лежит, страдает, мучается, конечно. Вы же ему разбили сердце, показано. Это ж надо переломать ход событий. Прийти, покланяться, попросить. Да? А вы ждёте. А вы ждёте. Показано здесь эмоциональный план. Две пятёрки. Показано. Две пятёрки. Двойка мечей, когда человек должен принять решение о конце. А вы как солнышко, путеводитель. Вы давали силу, энергию. Вы давали силу, потому что вы работали над отношением. Вы выкладывались. Вы всегда ему говорили, что в отношения надо вкладываться. Когда мужчина вкладывается в отношения с женщиной, женщина расцветает для него. А для него это болезнь. Но он же никогда не правил вкладываться. Он правил, что у него укладываются. Это ж надо переосознать. Пятёрка мечей, пятёрка пентаклей. Это говорит о том, что надо переосознать. Выйти из состояния болезненного состояния. Да? Показано. Вы ему прямо по полевым точкам дали. Потому что конкретику чётко сказали. Ты любишь себя и только себя. И никого не видишь. Вечно всем недовольны. Вечно тебе всё не нравится. То я не такая, то вокруг тебя люди не такие одеты. У меня пуп земли. А я хочу любви. Я хочу семьи. Я хочу отношений. Вот стоит король Жезлов. Хочет прийти к вам. Мечтает. Мечтает. Вы не одни. Даже если вы тут хочешь стать какой-то императором. Король Жезлов и мечтает о вас. Один уходит, другой приходит. Потому что всегда на замену одного человека. Вселенная посылает другого человека. Жизнь, она устроена именно так. Здесь император и императрица. Два сильных личностей. У вас одинаковая энергия. Магия и волшебники своей жизни. Смотрите. Император с императрицей. Магия и волшебники своей жизни. Это король Жезлов и мечтает о том, что вы станете его женственными. Он говорит, вы для него как неоткрытая книга. Вы просто... Знаете, он даже не оценил, что вы для него были фортуной. Фортуной. Вы верховная Жрица. Верховную Жрицу обижать нельзя. Она умеет любить, она умеет ценить, она умеет вкладываться. И вы бежать нельзя. Смотрите. У вас энергия одинаковая. И он мудрый, осознанный. Все-таки Вселенная вам даст шанс для кого-то, показано, выйти из состояния замерзления или паузы, где не было развития. Открывается очень много правды. Правды. Почему? Потому что, как я сказала, что он делать должен? Он должен воскладываться, а не сидеть на добре и трястись. Так что ждите предложения, которые он скоро вам скажет. И разрушите на самую глубую стену ради своей любимой. Мужчина скажет, я все брошу к твоим ногам. Он сделает вам предложение, потому что он понимает, что на другое вы не согласитесь. Ради своей любви это будет победа. Так что ждите предложения руки и сердца. Вы обретете уверенность, стабильность, мудрость. Знаете, когда люди плывут вдвоем в одном по одном течении, да? Сила здесь. Мужчина, который умеет решать вопросы. Мужчина, который наполнен любовью по отношению к своей женщине. Так наполнен здесь будет семья, отношения. Ждите, скоро в времени появится человек. Может, в новом году показано. Поступит это в продолжение. Ситуация, потому что здесь висела, да? Человек обижен на всех и на всякого. Больше всего на себя. Но вы скажете, у вас есть ключики. И у вас есть ключики у каждого, да? Где вы мудро принимаете решение, да? Смотрите. Днику Акаши можно всегда переписать. Всегда есть выбор, да? Изменить. Ключи есть, возможности есть, шансы есть. Это мы, когда относимся мудро. Вот ему надо встать. Он лежит и спрашивает совета. Рассказывает, как ему плохо, что вы оставили, что вы обесценили. А вы говорите, ну ты же любил себя. Он говорит, у меня есть семья, животные я. А я ему говорю, останешься одиноким волком. Так, один и останешься, если не поменяешься. Он любит всю красивую жизнь. Красивую женщину. Говорит, моя жизнь в моих руках. Ну дай себе идею. Но тебе дается шанс на новую жизнь, на новый глоток, на новый виток. Болеет. Болеет тяжело. Но это, конечно, болезненная ситуация. Все-таки Новый год. Да, вот смотрите, он наполнен женскими энергией. Он мечтает. Вы себе мечтаете, он себе. Это партнерские отношения. Партнерские. Вы себе мечтаете красками, он себе. И результат. Смотрите, как он стоит в центре события. Любит, когда его хвалят, его ценят. Я и только я. Вы ему преподали урок. Жизненный, важный. Скажешь, я начинаю этот жизненный путь. Или с тобой, или без тебя. Выбор всегда есть. Но я не буду с человеком, который неопределенный. Показано. Нужны же действия. Да? Действия. Смотрите, действия будут. Насчет семьи, насчет отношений. К праздникам. Ждите к праздникам. Словно чистка. Знаете, если кто-то делал чистку, значит, это как новый виток. Новая жизнь, новое начало. К праздникам человек явится. Потому что он маг и волшебник своей жизни. Без вас ему сложно и трудно. Это всем понятно. Потому что разбиваете ему сердце. Но маячок, который там светит внутри, словно ждет его. Ждет. Здесь кто-то будет рожать деток или скажет, что я родила или беременна. Думаете, как это ему донести? Нет, вы загоритесь, как звездочка. Как звездочка. Это счастье, это радость. Он все равно, смотрите, он мониторит за вами, подглядит. И вот что вы делаете? Вы говорите, мы должны старые все убрать. И начать свое. Надо завершить. Оставить все ненужные кенштальты. Позакрывать все, что нам мешает. И идти в новую жизнь, в новое время. Жить мосты. Придет, поймите, придет, скажет, давай помиримся. Придет мириться. Только вы будете принимать решение. Почему? Потому что вы у меня здесь очень красивая. Очень сильная. Одинокий волк придет за своей любимой. Чтобы она приняла решение. Не делитесь только со своими подружками. Пожалуйста, не делитесь. Потому что вам и хорошо, и плохо. Вы всегда делитесь. Вот он придет. Придет. Тяжело, правда. Потому что надо брать обязательства. А вы говорили, для меня эта дверь была очень тяжелой. Я должна была так поступить. Дать поставить точку и начать свою жизнь чистого листа по-другому никак. Потому что всегда есть выбор. В новую жизнь мы ведем 24-й год. По-новому. Мы должны сжечь все мосты. Убрать все ненужные кетштальты. Изменить. И будет именно так. По-другому не будет. Для кого-то это действительно обернется самым большим счастьем. А для кого-то будет стоять и просто наблюдать. А кто-то пойдет в новое. Видите? Один будет наблюдать. Если не изменится, так и останется один. А второй возьмет шанс ключик. Потому что, да. Возьмет шанс.